итак на ремонте вот такая газонокосинка модель gc-em 1030 электро-россенмаха хозяин сказал что сначала косила и время от времени отключалась я так подозреваю по перегреву потом уже перестала включаться судя по внутренностям еле крутится что-то там затирает скорее всего ремень где-то то ли перевернут и затирает я бы тоже перегревался абсолютно тупой нож ну прямо не нож просто перебивает поэтому разбирать то что он от перегрева выключался и перестал скорее всего вышел из строя термо предохранитель который крепится на электродвиге откручиваем два винта и снимаем крышку для того чтобы добраться до электродвига это просто утяжелитель значит есть регулировка натяжения ремня по виду обмоток вроде бы все нормально термо предохранителя здесь не вижу вообще если сгорело то есть это просто контакт нету здесь термо предохранителя поэтому с ним все и плохо электродвигатель блок электродвигателя раскручивается из середины ну скорее всего и вот и тогда можно эту часть пластиковую вместе с ремнем вместе со всем вынете но для этого нужно открутить нож все таки термо предохранитель значит подходит два провода первый и второй и один прямо на обмотку а второй вот здесь на стяжках закручен такая металлическая часть это термо предохранитель часто он может быть так будет видно вот так и есть просто нужно сейчас включить посмотреть в каком он состоянии прозвонить доходит ли сюда 220 это вот до термо предохранителя и условно сюда доходит ли а там посмотрим чем все закончится кто вышел и строил есть еще одна проблема вылез смотрите вот здесь вот плохой контакт скорее всего проблема в этом отгорел контакт расплавил держатель один из крепежей держателей щеток тут щетка вот он вылез вот нагрела нагрелся металлическая часть щетки кожух щетки и она вылезла прямо из-за из-за этого может не быть контакта ее нужно как-то туда засунуть как это сделать даже нужно только все разбирать и отдавливать его туда назад ну вот как видим я думаю что проблема вот в этом здесь нет хорошего контакта или здесь в термопредохранителе или вот здесь тут уже он совсем на соплях из-за плохого контакта вышел из строя сейчас будем разбираться как разбираться прозваниваем но да сначала прозваниваем доходит ли сюда 220 вольт ну значит смотрите я подключил к питанию зафиксировал пусковую ручку и показывает у меня 250 246 здесь показывает это я сейчас здесь убираю это было до термопредохранителя после термопредохранителя тоже есть ну если контакт есть он работает значит электродвигатель целый не не повторяйте так как сделал я там нож я не открутил у меня внизу тут кое-что лежит могло стукнуть ножом поэтому аккуратнее но я проверил электродвигатель работает кнопка пусковая работает терморель вот с этим только есть проблема это во-первых подгорает он потому что очень туго нагрузку большую берет во-первых не острый нагрузка больше но это не очень сильно влияет только если густая трава вот здесь контакт сильно нагревается нужно решить проблему с ремнем который там или подшипниками туго очень крутится и с вот этим выдвинутым корпусом щетки он перегрелся и выехал возможно нужно будет его тоже нагреть и засунуть назад но для этого надо снять электродвигатель разобрать корпусную эту деталь наверное или отсюда нагреть я уже посмотрю но в любом случае корпусную деталь разбирать поэтому отсоединяем от питания его и начинаем раскручивать корпус значит у него здесь прямо ну очень в эту сторону прямо не крутится прямо ну не знаю как он крутился электродвигатель немощный я руками за он же здесь крутит я с рычагом кручу мне сложно поэтому откручиваем а еще снимаем откручиваем здесь для того чтобы двигатель снять нужно нож заодно его и наточу значит шурупы я откручил 4 шурупа почти почти сейчас нет все таки почти почти здесь хочу вам кто-то уже ремонтировал вставил обыкновенный саморез но чтобы он держал намотал на него ниточку вот как-то так жестоко жестоко и не не знаю я показал да чтобы увеличить его диаметр видимо там резьба сломалась изначально стояли более толстые шурупы ремонт был еще тот значит ну чтоб снять откручиваем здесь болт на 13 открутилась нормально плюс-минус так шайба есть все теперь не знаю здесь все в порядке но почти не крутится что именно не крутится сейчас определимся значит натяжка слабая но все равно но как-то но еле еле крутится значит эта часть нам уже не пригодится в ближайшее время не потерять не потерять шурупы чтобы потом не менять их на саморезы значит очень туго какой-то из подшипников заклинил капитально причем заклинил здесь вот я сейчас кручу тут проворачивается ремень а двигатель не крутится снять хотя кто знает попробуем снять ремень в какую-то сторону крутить и снимать не получается открутим натяжку попустим немножко натяжение ремня попробуем снять натяжение отпустилась ремень в очень хорошем состоянии не знаю менялись менялся он менялся ремень ремень я стянул как стягивал просто с малого диаметра потихонечку скрутил чтобы снять электродвигатель и чтобы добраться до подшипника нужно скрутить вот этот шкив на обратной стороне есть лыске 6 миллиметров крюч крюч влазит вот таким разводным крючом попкой я его прихватил здесь практически без усилия открутилась вайка обыкновенная резьба стандартная левую сторону значит ну как бы все теперь надо снять я думаю что просто стягивать крыльчатку иначе и вытаскивать двигатель в обратную сторону как снять крыльчатку надо подумать например мы можем открутить винты и толкать туда двигатель возможно он толкнется а крыльчатка останется здесь смотря как плотно насажена крыльчатка может быть пойдет легко а может будет упираться ну и так доберемся до подшипников к нему все равно добираться так или иначе а прошу прощения оно все снялось для того чтобы раскрутить разбирать двигатель здесь винты стоят под крыльчаткой крыльчатку будем сейчас пробовать поддевать поддевать отвертками попробую продолжаем разбирать я отсоединил провода синий к синему черный коричневый значит вытащил щетка держатель и под щеткой держатель значит что нужно вот тут такая фиксатор его нужно утопить и тогда он вытаскивается он у меня этот уже был вытащен и тогда здесь винт под щетка держатель поэтому я вот здесь утапливаю щетка держатель фиксатор и тоже вытаскиваю щетка держатель ну и тут надо снять разъем он фиксируется разъем фиксируется выходит значит там мусор мусор убираем и там у нас под крестовую отвертку винт и начинаем разбирать во всяком случае мы верхнюю часть снимем а нижнюю тогда уже будем выдавливать как-то будем смотреть что можно будет сделать это я снял так и ну а теперь упру сюда натиски и буду выбивать буду постукивать не в резьбу а вот так переверну буду постукивать сюда для того чтобы крыльчатку эту снять подошел такой метод выборки я вот поставил и для того чтобы выпрессовать крыльчатку но я использую алюминиевый молоток идет крыльчатка выходит ну короче все правильно и сейчас все сниму так я заканчиваю вытаскивать тут конечно немного все не очень хорошо конечно же ничего здесь не охлаждалось из-за такого количества травы пострадал корпус из-за того что подшипник заклинил он начал ходить здесь уже была проблема кто-то подкладывал медную прокладку для того чтобы зафиксировать он может лист меди какой-то стоит и соответственно если проверить сейчас он будет теребаться в корпусе приехал подшипник новый фирмы тимкин это американский производитель будем менять подшипник снимаю его с помощью съемника в принципе это не сложная задача все ставим подшипник его смазывать не нужно не китайский количество смазки в нем фирменным достаточно а вот задний подшипник не знаю слышно вам или нет он слегка челестит хороший не бьет подшипник еще будет работать но его нужно немного смазать вот так просто иголочкой поднимаем и резиновая защита снимается что нужно нужно слегка немножко смазать очень важно не набивать подшипник как у меня я пользуюсь смазкой шрус обычно можно литовым пользоваться но больше предпочитаю смазку шрус она даже при изменении температуры как бы не меняют своих свойств что собственно в данной ситуации это предпочтительно он может нагреваться совсем немножко смазки нужно для подшипника назад закрываем теперь он будет слегка смазан это этого достаточно для того чтобы хорошо работал так же работают и новые подшипники они внутри не набиты смазкой слегка смазаны натягиваем и собираем обратные последовательности что нужно проблема состояла в том что уже ремонтировался этот посадочный механизм его нужно он сильно не терпается но прослаблен не за не заходит здесь кто-то пытался уже уплотнять подставляя медную пластинку вот такую но я так не делаю сейчас я хорошо почищу обезжирю и поставлю на эпоксидную смолу подшипник но сначала его нужно немножко забить в тисках первое что нужно сделать это вычистить окалину мусор который там остался и обезжирить просто обыкновенным растворителем нужно обезжирить для того чтобы заранее растворитель должен испариться здесь не должно быть жира а здесь есть смазка которая выливалась с подшипника при нагревании поэтому жир тут есть пару раз взять свежую тряпочку или ватку и обезжирить и все и собственно после того как вы обезжирили нужно обезжирить еще и слегка подшипник все что нужно теперь вытираем насухо и готовим раствор не раствор клей клей у нас эпоксидный без разницы какой вы будете использовать можно использовать вот такой с автомагазина можно какой-нибудь поксипол с рынка без разницы обычно он смешивается один к одному много здесь его не нужно почему потому что зазор в данной ситуации зазор небольшой когда зазор большой может быть там даже нужно армирующие какие-то материалы стеклоткань прокладывать здесь все это не так зазор небольшой поэтому замешиваем раскладываем равномерно по краю стараемся замешать хорошо от этого будет зависеть твердость материала в принципе качество подшипника хороший он должен проработать долго поэтому распределяем равномерно если мало добавляем в смысле если оказалось что у вас мало клея можно еще замешать я в этом смысле у меня наверное такая ситуация недооценим поверхность может и хватит сейчас проверим так ну наверное нужно сразу сбегать за верхней частью чтобы собрать вместе потому что даже если я засуну сейчас вряд ли он станет соосным он как-то станет как станет а нужно чтобы он стал соосно для этого нужно собрать все воедино что нужно больше клея нужно больше клея нужно сейчас еще добавлю после того как я снял медную проставку оказалось больше зазора не рассчитал на большие зазоры зазор зазор оказался как овальный со стороны там где была медная подкладка кто-то таким образом не очень он помогает конечно но помогает временно а нам бы все-таки работал на что еще обращаем внимание на центровку теперь нужно собрать после сборки затянуть винтами сейчас я еще схожу верхнюю крышку возьму и оставить его в покое тут видно сразу что нужно вот так вот отцентровать она не отцентрована сейчас я еще и верхнюю крышку сходил я нашел верхнюю крышку для чего для того чтобы отцентровать верхний один подшипник относительно верхний относительно нижнего иначе он в посадочном месте криво станет и начнет разбивать подшипник вот так мы его сразу в эту сторону вытащим и оставляем на сейчас вечер до утра пусть застывает не трогаем эпоксидный клей схватиться потом будем продолжать дальнейшие действия так просто выставляем он ходит туда-сюда выставляет как можно логичней к центру зазоры чтобы были одинаковые тогда он и внутри будет ходить и никуда не зацепляться собственно все оставляем на этом ремонт собственно и закончен в обратной последовательности собираем все покажу единственное что вот этот контакт придется поменять он подгорел и это не есть хорошо и так как я уже говорил до утра прихватился клей эпоксидный схватило так насмерть нельзя сдвинуть что дальше делаем у нас проблема была в том что из-за того нагревался контакт даже не было хорошего контакта здесь на щетке и в принципе даже возможно из-за нагрева вылезла щетка держатель с такого положения вылез аж сюда ну или это последствия прошлого ремонта защелку недостаточно оттянули чтобы она не влазила в любом случае перегрев ослабился контакт из-за перегрева и он уже не будет нормально держать его нужно перепаять откусываем его и припаиваем другой снимаем изоляцию сейчас нужно пропаяться и я подготовил другой контакт подходящий откуда я беру контакты не покупаю в магазине даже если покупаешь вроде бы хорошего качества просишь положить хорошего все равно они мягкие у меня всегда есть в запасе какие-то контакты с техники например с утюга если утюг сломан и ремонту не подлежит я снимаю провода контакты там хорошая термоизоляция и хорошие контакты и я оттуда снимаю контакты чтобы потом использовать возьмем сейчас залудим контакты для того чтобы хорошо пропаялась нужно хороший ну в смысле мощный паяльник ну и чтобы потом за изолировать нужно кусок термоусадочной трубки подобрать по диаметру какой-то подходящий все я подобрал кусок термоусадки и теперь берем немного припоя и вот и можем пропаяться очень горячо все теперь доступным способом хотите феном хотите паяльником усаживаем термоусадку все теперь готово вставляем значит чтобы назад не выскочил нужно вот здесь отогнуть усик и теперь можем еще нужно немного подогнуть чтобы он жестче стал контакт будет хороший то же самое на эту сторону подгибаем здесь контакт и поджимаем родной на всякий случай на всякий случай чтобы контакт был хороший это сильно поджим теперь не могу засунуть а какие то трудности так хорошо я всунул не знаю почему то пришлось завернуть не попадал в щель так она хорошо заходит все теперь контакт будет хороший собственно идем на улицу больше нам ничего не мешает собирать в обратной последовательности сейчас сюда натянем тарелку единственный момент наверное посмотрим как натягивается крыльчатка здесь и идем собирать теперь уже возможно собирать все подготовил есть гайки с которыми я закручу с обратной стороны что нужно смотрите я с обратной стороны вставляю и если сейчас залить то сюда какая-то часть воды начнет проливаться тут есть еще шайба но нельзя сказать что вода не протечет после первого замеса оно там забьется и уже потом не будет но с первого замеса если налить воды может протекать поэтому я поставлю эту шайбу на клей у меня есть специальный термоклей термоклей значит я замажу и сам саму шайбу и с обратной стороны замажу и вот здесь с обратной стороны еще замажу само ведерко оно приклеится к ведерку и не будет протекать вот 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 шайба к нему прилипла прилипла наверное замажу здесь самую силиконовую силиконовую санель может плохо силиконовую санель может плохо прилипать ну вот так все ну собственно все теперь можно вставляем винтики с этой стороны гайками прикручиваю думаю что здесь уже проблем не возникнет все теперь можно отдавать клиенту уже все готово вот так самостоятельно можно решить проблему с ведерком если покупать само ведерко будет стоить как третья часть во-первых не всегда можно найти ну и будет стоить как третья часть всей хлебопечки это не но в этом нет смысла все запчасти валы санники втулки все есть в наличии нужно просто поискать не не всегда именно ваш размер не всегда есть в любом магазине если поискать то всегда можно найти ремонтируйте повторяйте это сделать сложно и так я закрутил затянул теперь здесь ничего не терпается он вообще не держался даже выпал теперь снова будет радовать хозяйку все в порядке повторяйте подписывайтесь на канал вы сможете увидеть любую бытовую технику можно ремонтировать несложным способом всего доброго увидимся на канале так ну что подошло время для сборки значит вот этот шкив просто натягиваем руками он пластиковый хорошо натягивается с этим вопросов нет теперь вставляем на место вставляем на место просто наживляем потому что будем натягивать ремень сначала в ослабленном состоянии а потом ремень таки нужно натягивать натянуть чтобы он не проскальзывал так что еще нужно закрутить эту гайку просто закручиваем и все смотрите закрутил не той стороной здесь углубление углубление а то смотрю не совпадает все сильно не обязательно он все равно крутится в ту сторону чтобы закручивать так можем ремень поставить ремень есть устанавливается не сложно ну и теперь нужно немножко подтянуть винты и так подтягиваем ремень что для этого нужно подкрутили чуть отпустили теперь вручную натягиваем и затягиваем прихватываем с двух сторон проверяем значит тут должен быть баланс если будет сильно прослаблен то будет проскакивать и вытрет ремень если сильно натянут то будет тянуть подшипники искривлять это тоже плохо поэтому должен быть такой баланс вроде бы и сильно натянут какой-то формулы здесь нет все на ваше усмотрение нельзя найти какой-то привести какую-то конкретную цифру собственно все здесь соединяем соединяем уже говорили синий к синему остальное как получится вот так устанавливаем корпус таким образом прикручиваем значит прикручиваем теми же винтами один нужно будет поменять помните тут кто-то подматывал ниточку кстати как оказалось это в сервисе его уже ремонтировали два раза в сервисе подматывали ниточку ну вот такой у нас сервис сервисный центр имеется в виду сервисный центр так ну что же собственно так сейчас я попробую подобрать по диаметру где-то какой-то винт возможно немножко длиннее чем стандартный потому потому что возможно уже там резьба разбита если он дальше зайдет то будет держать сейчас попробую это сделать значит я подобрал два таких крепких винта они больше по диаметру длиннее и будут крепко держать конструкцию насмерть в принципе и тот подмотанный держал наверное во всяком случае я разбирал он не был прослаблен так закрутить тоже непросто придерживаем снизу закручиваем все закручиваем закручу и ставим в этой модели не перепутаешь так стоит специальная пластиновая штучка чтобы не перепутать направление я подточил теперь будет острый нож а раз будет острый нож значит будет хорошо резать все все крутится нормально крутится она в эту сторону соответственно смотрите если набито было травой здесь весь двигатель был набит травой раскрутится в эту сторону то значит воздух с этой стороны попадает и тут все было набито травой значит или работали без крышки или все так летело через эту крышку посмотреть каким образом трава залетает сюда а не должна была быть специальные вентиляционные каналы для обдува обдува здрасте здрасте привет надо смотреть чтобы сюда отсюда чтобы здесь меньше травы летало собственно все теперь сейчас подтяну можно будет пробовать наступило время когда можно проверить включить тут я подсоединил значит не проверяйте ножом вверх на всякий случай может что-то кинуть но когда вы проверяете так посмотрите не осталось ли там внизу чего-нибудь значит пробую тут нужно нажать на кнопку как бы все работает осталось теперь пойти на газон и проверить в деле для этого нужно собрать полностью собирается думаю что если вы хозяин то знаете как собирается понадевать нужно сюда закрутить я еще не закрыл крышку тут на двух винтиках крышка держится собственно и все готово к работе ну а как покажет испытание хуже не будет точно чем было потому что было совсем все плохо в конце работы у хозяина она работала то работала то не работала было причина была в том что заклинил подшипник еле крутился электродвигатель он разбивал все ему было сложно из-за этого нагрузка увеличивалась ток увеличивался контакты подгорали целая цепочка событий отсюда тут вообще по идее поролончики стоят должны были стоять но они там не стоят подбрасывают из-за этого сюда траву оно вроде бы так лучше вентилирует без поролонов которые тут держат залет травы но тогда трава попадает в электродвигатель и он тогда совсем не охлаждается почти совсем не охлаждается все идем на газон итак смотрим что получилось это испытание на практике нет ящика поэтому так открытым оставим не что там это будет не так вот все и вот так вот все получается стрижет в принципе нормально единственное что я поточил нож перевернул смотрю а он уже качество ножа не очень поэтому так скажем тачи не тачи затачивается все равно нужно но быстро тупится инхил посмотрим на название jc и m1030 сфокусировался или нет на экране не могу проконтролировать подписывайтесь на канал увидите как ремонтировать в том числе и газонокосилки несколько bosch но очень много бытовой техники электроники на канале много больше 150 видео поэтому смотрите увидеть как простым способом ремонтировать сложную технику всего доброго увидимся на канале